Сегодня в нашей виртуальной студии дорогой гость из Майами, русскоязычная и еврейская община имеет своего лидера. Это Равин Александр Каллер. Я приветствую вас. Добрый день, Рабейка Цен. Мы с вами недавно встречались в Майами, и как раз я был вот в этом самом районе, в котором произошла трагедия, видел эти здания. Просто хотел попросить вас рассказать о том, что произошло, что вы слышали, что чувствует наша община, и как мы, как община, реагируем на трагедию. Ну, что произошло, я не думаю, что мне удастся пролить какой-то новый свет, на самом деле, на то, что произошло. Мы знаем, в общем, я слышал только об одном мальчике, по-моему, 15-летнем, который закричал из-под обломков, его удалось спасти, его мама погибла, то есть мама умерла. Кого-то еще удалось спасти из-под этих развалин? Ну, в первые дни, буквально в первый день, как только это произошло, опять же, я не знаю, людей спастили из-под обломков. Были люди, опять же, обрушилось не все здание, обрушилась только его часть, солидная часть, примерно две трети этого здания обрушилась. Но были люди, которые были в той трети, которая не обрушилась, и они не могли выйти уже, потому что был проход закрыт, скажем так, возможно, или обломками, или чем-то еще, я не знаю, опять же. И кого-то вынимали через балконы, через окна, то есть кого-то спасали. Да, действительно, вытащили мальчика этого из-под обломков. Из-под обломков, возможно, я не знаю, его мать ли погибла, или его мать спаслась тоже, но... Она погибла. Кому-то ампутировали ногу. Какая-то женщина сказала, что была женщина-ребенок, что ребенка спасли, а ей нужно было ампутировать ногу. Опять же, не знаю, то есть, но последние пять дней, во-первых, идет дождь, за исключением из пяти дней, три дня шел дождь, плюс там, несмотря на этот дождь, горит пожар где-то внутри. Вчера сказал мэр округа Майами-Дэйдж, что наконец им удалось контролировать огонь, хотя не знаю, насколько, ну, в общем, не знаю. На самом деле, если честно, если спросите меня, немножко странно, не дай бог, не хочу кого-то здесь критиковать, я не могу никого судить, я не на их месте. Но странно, что завал лежит, то есть количество, опять же, понятно, что это опасное место, понятно, что есть угроза обрушения остатков этого дома, понятно, что любой человек туда может пойти, но Америка, где все всех судят, я не знаю, из-за этого ли, да, то есть даже израильская команда IDF, они как раз пошли в эти завалы. То есть видно видео, я его публиковал вчера, одного из наших здесь местных политиков, сенаторов, которые видят прямо, что именно остальные, они больше сверху разбирали этот завал, а израильтяне прямо пошли туда копать какую-то траншею прямо внутрь. Но даже это была какая-то проволочка, и была какие-то бюрократические, пока им дали приехать. Еще раз, не дай бог, я здесь не только, они делают потрясающую работу, рискую своей жизнью, команда IDF и все спасатели местные, пожарные и все остальные. С другой стороны, в стране, где мы пережили все 9-11, и мы это видели, это, кстати, вот у людей просто, мне моя жена говорит, она говорит, это просто как такой PTSD, как post-traumatic stress, вот просто как будто ощущение, что мы живем снова через историю, через этот ужас, который мы все видели и пережили в 9-11. Люди под завалами, обрушенные здания. Почему нету команды, которая, не знаю, быстрее пошла бы туда, полезла бы реагировать на нахождение людей живыми? Понятно, что чем больше времени проходит, тем меньше и меньше. Опять же, бы дарахатава с точки зрения рамок природы, того, что мы кого-то найдем живыми, даже если они там где-то, может быть, скоронились или каким-то образом не были задавлены сразу. Ваше общение, прежде всего, русскоязычное, общение вообще на улице, я думаю, вокруг вас. Каково настроение? То есть люди сострадают и чувствуют, что это происходит с нами, в нашей общении, или жизнь продолжается как бы само собой? И то, и другое. Жизнь продолжается само собой, но все очень этим затронуты, взволнованы. То есть люди... Я пока не видел, я видел только одну русскоязычную пару, которая жила в этом доме, я их не знал. Кто-то, кто недавно переехал сюда, говорят, что какой-то доктор и его супруга, недавно люди поженившиеся, молодая пара, что они пропали там. Много людей нерусскоязычных, неважно, евреев и неевреев. Моя жена сейчас собиралась брать на работу в наш детский сад учителя. И она с этой женщиной, которую она сейчас собиралась нанимать, ее сын там пропал. То есть оно совсем близко. С одной стороны, Майами большое место, большой город, и есть 3 миллиона человек в большом Майами. С другой стороны, это рядом и географически, и даже люди, которые, может быть, вот ты не знаешь, но каким-то образом... То есть это очень близко. Все... Я получил огромное количество звонков от людей, причем и евреев, и неевреев, людей, с которыми мы работаем, с которых я знал там 10 лет назад, которые соучаствуют очень, которые переживают, которые узнают, все ли в порядке у вас, с вашей общиной, именно с вами. То есть от огромного количества людей. И многие люди в нашей общине тоже обращаются, куда сделать пожертвования, как помочь семьям, как помочь жертвам. Я знаю, что Шулу в Белл-Харборе, синагога Хаббада в Белл-Харборе, в Сервсайде, это их община непосредственно. Они организовали фонд, еврейская федерация Майами организовала фонд. То есть со всего... Если есть какое-то, как по-русски сказать, silver lining, если есть хоть что-то хорошее, какой-то позитив, хорошего здесь ничего нет, но если есть какой-то позитив во всей этой чудовищной истории, то это абсолютно чувство единства и чувство того, насколько все сплотились и насколько каждый хочет сделать что-то. Мы немного можем сделать. Я вчера говорил с раввинами в Шулу в Белл-Харборе, с их персоналом, что еще мы можем сделать для вас? Мы совсем рядом. Они говорят, слушай, пока ничего. Молись, простите Бога о чуде. Это все, что мы можем сделать сейчас. Но количество желающих помочь, количество помощи. И на то, как быстро именно еврейская община мобилизовалась с точки зрения помощи друг другу, люди открыли свои дома, просто предложили людям, чтобы они жили у них, пока они не дают место другого для проживания. Кто-то вчера мне написал, что есть какая-то компания, у которой есть энное количество квартир, Рил Эстейта, не только в Майами, что они готовы там 15 семьям предоставить жилье на несколько месяцев. Опять же, сейчас, может быть, не сезон, туристические лето, чуть меньше, значит, у них есть больше площадей. Количество людей, которые пожертвовали еду, пожертвовали, не знаю, зарядки для телефонов в первый день, одеял. Ну, то есть, каких-то вот таких бытовых вещей количество уже было зашкаливало, люди уже говорили, не надо, уже все есть, слава Богу. И если что-то позитивное есть, то это насколько мы все одно целое, насколько мы все чувствуем эту боль и насколько все пытаются помочь другу. Спасибо большое. Вас наверняка спрашивают люди или просят поддержки. Я даже не говорю только об этом событии. Поскольку вы являетесь духовным лидером своей общины, то люди переживают свои личные трагедии. Мы знаем, что много трагедий произошло в последнее время. В случае, несколько здесь, в Израиле, и трагедия в Мироне, и трагедия в Иерусалиме, в Гебадзеевке, где обрушились места, где стояли люди. И вот опять трагедия здесь, что-то опять обрушилось. И у нас, собственно говоря, начались вот эти вот три недели траура, когда обрушилась стена Иерусалима. Иерусалим, святой город наш пал, потом был разрушен Иерусалимский храм. Мы продолжаем по этому поводу скорбить по сегодняшний день. В этом смысле вот наша скорбь сегодня, я говорю, наша скорбь сегодня, потому что происходит в Майами, и наша вековая скорбь. Поэтому как мы, как евреи, на ваш взгляд, реагируем на такого рода трагические события в нашей истории, в нашей жизни сегодня? Я сошлюсь на моего Рэбе, фотографии которого, не фотографии, портрет которого здесь, за моей спиной. Когда Рэбе задавали вопросы в отношении Голокоста, как могло, почему могло, где был Бог, то Рэбе был категорически против того, чтобы мы давали какие-то рациональные ответы или пояснения. Есть вопросы, на которые лучше не иметь ответа и лучше жить с вопросом. Вопросом к Богу. У нас у всех есть вопросы, у нас есть много вопросов к Нему. И это еще один вопрос. Почему? Потому что Рэбе объяснял, что если человек... А если я дам тебе ответ, который тебя устроит, тогда, значит, это трагедия, тогда эта беда в твоей голове укладывается, тогда, значит, понятно, почему эти люди погибли. Нет, меня это не устраивает. Меня это не устраивает, и я как еврей, и как просто любой человек, я должен кричать и протестовать Богу, то, что происходит. Я про это думаю последние дни, я уверен, что мы все думаем. Я думал, ну, может быть, вот это тот самый Галут, это то самое изгнание, в котором мы живем. И это часть этого Галута, когда, к сожалению, наши отношения со Всевышним, с одной стороны, понятно, что Всевышний везде, Всевышний всегда, и отношений нету, нету «Эйн ойдмилвады», нету никого и ничего, кроме Бога. Кроме Бога. С другой стороны, мы понимаем, что Галут – это состояние некого надлома в этих отношениях. Это отношения, которые, с одной стороны, прямые, а с другой стороны, нет. Есть определенная, как бы, вуаль, через которую, может быть, то есть, не знаю, как супруги, которые, с одной стороны, друг друга любят и связаны очень многим. С другой стороны, может быть, они претерпевают какой-то момент в своих отношениях, где есть какое-то трение, есть какой-то трение, где есть какой-то, может быть, надлом, не дай Бог. С другой стороны, я себе сказал, ну а что, когда вот до Галута, когда храм стоял, здания не падали, несчастных случаев не происходило, не знаю. То есть, это у меня, как бы такой в голове, диалог с самим собой или с Богом, и у меня вопрос, у меня много вопросов, и как, наверное, у каждого из нас. Как реагировать, что делать? Единственное, что мы можем делать, я не знаю, даже, опять же, задавать вопрос, почему, вопрос у нас есть. Мы знаем, что перед приходом Машиеха Иллийо Гуанови придет Иллийо Гуанови, он должен будет ответить на все вопросы. Будет много вопросов, это будет один из них, и как реагировать? Реагировать, я думаю, только одним способом, реагировать через то, что просто быть более милосердными, любящими друг другу, прежде всего, к нашим семьям. Не нужно откладывать что-то на завтра, нужно сегодня говорить людям, что мы их любим, нужно сегодня делать, нужно сегодня помогать. Жизнь очень коротка, жизнь очень хрупка. А в отношении папы, как ребенок, которого папа ведет и мама на прививку, который, доктор его колет, и потом ребенок все равно прыгает обратно к нему в объятие, к той же маме, к тому же папе, который только что отдал его ребенку для укола. Есть папа, и понятно, что все от него. Если есть папа, значит, есть смысл во всем то, что происходит, и всегда мы это видим. И, как я сказал, не факт, что я хочу видеть смысл в этом, а я больше хочу кричать, перестань, забери это, сделай так, чтобы люди не теряли вот так своих близких и любимых, чтобы люди во сне не погибали, чтобы вообще люди не погибали. И чтобы уже закончился этот галут, и мы увидели в раскрытую присутствие папы, и чтобы он перестал прятаться за рамками природы и за рамками этого мира, который, к сожалению, в столь многих местах и аспектах поломан. А мудрецы говорят, что каждый, кто плачет или оплакивает хамитабель, интересное слово, а каждый, кто выражает свой траур, или чувствует траур, о Иерусалиме, удостаивается увидеть радость Иерусалима. И любопытно, что здесь не сказано удостоиться и увидеть в будущем. А здесь как раз говорится, каждый, кто как бы оплакивает Иерусалим, он удостаивается увидеть радость Иерусалима. Я думаю, что может быть как раз ваш вопрос, вот то, что вы говорили, вот тот вопрос, с которым мы живем, это выражение той боли, несогласия с несправедливостью мира, оно необходимо, потому что мы тогда чувствуем боль других людей, мы чувствуем боль близких, мы хотим что-то сделать для них. И, может быть, это наш испанс, то есть это наш ответ. Поэтому ответ в данном случае не «что сделал или будет делать Бог», а ответ в том, что будет делать каждый из нас. И поэтому вы дали замечательный ответ. Каждый из нас должен отстраивать свои семьи, укреплять свои семьи, проявлять любовь и уважение к своим близким. И это в наших руках. Почему и что происходило или происходит, конечно, мы не смеем гадать, мы не пророки. Но, тем не менее, что мы можем сделать, вы сказали замечательную вещь. И вот мы, скажем, приближаемся к дню 9 ава, этот день отмечать разрушение храма. И параллельно этот же самый день пророк называет все-таки «моэд», праздничным днем. Если я позволю себе задать вопрос, может быть, эти две мысли, как вот вроде бы траур и радость, и вроде бы разрушение храма и праздник. Как вы это понимаете? С одной стороны, действительно, слово «моэд» – это праздник, абсолютно траур. С другой стороны, «моэд» мне кажется, что это как бы… Как еще можно перевести «моэд»? Знаменательная встреча. Какое-то или встреча, или как какое-то… Детва ду. Да. Почему? Почему этот праздник, и как мы одновременно, это день и траура и праздника? Может быть, потому что даже когда, опять же, перейдя, вернувшись к аллегории отношений между супругами, я очень часто говорю и думаю о том, что даже когда есть некий конфликт, это показывает, что есть отношения. Когда есть безразличие, вот тогда это совсем плохо. Когда наступает безразличие, то гораздо тяжелее починить какую-то ситуацию, когда есть апатия. У нас со Всевышним есть отношения. Эти отношения бывают разные. Разные отношения в разные периоды истории, в разные отношения, в разные моменты нашей жизни. Мы с вами просыпаемся, и у нас сегодняшний день, такой, как вчерашний, завтрашний будет, встречаться тоже. У нас есть отношения. Супруги могут быть недовольны друг другом, супруги могут быть разочарованы в друг друге, но мы понимаем, что, к сожалению, опять же, сколько мы видим сегодня в мире пар, которые женятся, которые сходятся, которые потом очень быстро разваливаются. И мне кажется, что очень часто, потому что люди не ощущают того, что это что-то, за что нужно биться, это что-то, над чем нужно работать. Отношения бывают разные, есть разные фазы отношений. Но даже тот факт, даже когда мы ссоримся и показываем, что нам не все равно, то есть мне больно, ты мне сделал больно какими-то своими действиями, а может быть я тебе сделал больно, но мы должны над этим работать, мы должны об этом говорить, мы должны понимать, что если мы понимаем, что больно, то есть я не помню, как называется этот синдром, когда есть люди, которые не ощущают боли. Это очень страшная вещь, потому что боль, она тебе говорит, здесь что-то не так, ты должен что-то делать. И вот этот период времени, в который мы сейчас входим, эти три недели и девять дней, это период боли, это самые темные дни, с одной стороны, в нашем календаре, а с другой стороны, это некий, не знаю, некая мерила того, что отношения, они есть. Есть отношения, и эти отношения, они не безразличны нам, и точно не безразличны ему. И поэтому мы понимаем, что из тьмы ты потом ценишь и ощущаешь свет гораздо больше, и поэтому говорит Гимора, что не было у евреев праздников, как 15-я Ава и Йома Кипурин. Почему 15-я Ава? Потому что 15-я Ава – это полнолуние, мы сравниваем с луной. И одно из объяснений. И мы знаем, что когда ты выходишь в полный свет из самого-самого тёмного места, из самого-самого низкого места, ты этот свет ощущаешь гораздо больше. Человек, который никогда не соприкоснулся с тьмой, по-настоящему никогда не будет ценить свет. И поэтому это моет. Это некое напоминание, это некое мерило того, что отношения есть, того, что отношения живые, настоящие. Спасибо огромное. Я когда слушал вас, то я как раз думал о том, что, очевидно, испытывая боль, скажем, человек, испытывая боль, он не парализован. То есть он жив, он испытывает боль. Это знак жизни. Если еврей чувствует боль за другого еврея, которому больно или страшно, или который потерял близкого, то он не безразличен. Потому что самое страшное – это безразличие. Один из моих друзей, в благословенной памяти, Рава Зриль Таубер, который консультировал часто пары, он говорил мне, что когда к нему приходят люди, и вот они ссорятся, он говорит, вам можно помочь. А вот если приходят люди, и там все холодно, и там все, так сказать, полно отчуждения, и ссор и споров уже нет, это самое страшное. Поэтому все это время, что мы переживаем за эти семьи, которые потеряли близких, и жертву этой трагедии, вашей, прежде всего, в Майами, мне кажется, это очень важно, что мы делаем вместе с вами сейчас эту передачу. Спасибо огромную благодарность. И потому хочу попросить всех наших слушателей, пожалуйста, молитесь и за тех, кто уже, наверное, мы понимаем, как вы сказали, рациональным образом, мы уже, наверное, не сможем их найти, но все равно уже молиться за чудо, вдруг еще какое-то чудо произойдет, дай Бог. С другой стороны, мы можем молиться за эти семьи, и все, кто могут помочь каким-то делом. И то, что вы сказали, даже подняв книжку Тегелин, вот сейчас, услышав нашу эту беседу, и просто сказав одну, даже главу Тегелин, или сделав какую-то одну митцу, надо что-то делать. Отношения, опять же, возвращаясь к отношениям, отношения выражаются в действиях. Давайте что-то делать, давайте делать что-то, чтобы немножко больше в этом мире было света и добра, и чтобы это добро перевешивало. И даже те, кто не могут открыть псалмова Давида, потому что не знают, где или что, могут, тем не менее, из сердца своем послать благословение, пожелать сил. И, наверное, каждый может подумать, я, например, дохожу из Иерусалима сейчас, и я вижу вокруг меня, кругом стоят краны. И вот я думаю, что главное отличительное вот в ландшафте Иерусалима? Иерусалим строится. И вот это наш еврейский ответ на разрушение Иерусалима. Мы строим Иерусалим. И потому отстраивайте свои семьи, укрепляйте свои семьи, укрепляйте свои общины. Я хочу пожелать вам, Раб Калер, чтобы ваша синагога, которая продолжает строиться, здание вашей синагоги строится, мы в процессе строительства, чтобы, может быть, строительство в вашей синагоге, оно было тоже ответственно на трагедию, потому что что-то рушится, и поэтому вам приходит, время строится, как говорит Соломон, все будет свое время, да? Время разбрасывать камни, время собирать камни. Поэтому хочу пожелать, чтобы ваша синагога была строена, и чтобы много людей приходило и ощущало и тепло, и любовь, и вашу любовь, и ваше тепло, и учились в вашу мудрость, Туры. Всего самого хорошего, и дай Бог утешений и радостей в Майами и еврейской общине этого замечательного города. Аминь. Спасибо большое.